Тема в принципе достаточно очевидная. Эффект послевкусия. Вы не понимаете? Я сейчас расскажу. Послевкусие это тогда, когда вы получаете удовольствие от еды, и оно остается в вашем рту. И после этого жить хочется, жить и работать. Понимаете? А часто ли оно у вас бывает? Я взял, и я думаю, я делаю это правильно. Потому что я знаю то место, где эффект послевкусия очевиден. Мы вам сейчас расскажем про этот эффект послевкусия. Но вопрос к поварам. Да-да-да. Раньше было дело, у меня бабушка этим делом часто занималась, она следила за ними. Но это было очень-очень давно. Что сейчас? Если честно, идеальный вариант, и как это делается вкусно, лично для меня, может быть, это и вам понравится. Столовая по-домашнему. Здесь на вокзальной 110. На Ленина, рядышком с театром оперы и балета. И чуть-чуть дальше, тоже на улице Ленина. Вы просто зайдите, вкусите и понимать должны, как это послевкусие работает на вас. А сегодня мы вам покажем вдвоем с моим сыном, как послевкусие работает на нас с ним. Что такое послевкусие? Это вкусовое ощущение, надолго остающееся во рту от изумительной по приготовлению и качественной пищи. Уж поверьте мне, я знаю реальное послевкусие. Это, наверное, по моей бабушкиной линии. В свое время Наталья Ефимова на Малак давала всем, так как раньше большая часть столовых в городе и на комбинате относилась к общественному питанию. А бабушка как раз заведовала этим. Дальше было интереснее, но об этом я вам рассказывал. А чтобы вкусить и сделать эффект послевкусия, мы с сыном набрали всего 20 продуктов из представленных. Просто быстро и разумно, чтобы вас не разорять. И вот такое послевкусие от меня, Асса, и от Асса, которому 10 лет исполнилось. Но этот Асс был с ног сшибатой Турцией и вкуснейшей Индией. Сейчас мы с вами попробуем эффект послевкусия. Вот сейчас я попробую пирешку. Ммм, очень вкусно. Первый раз такое чувствую. Кажется, как будто какой-то секретный ингредиент. Она не как, как всегда, мне готовит мама и папа. Вот, как я понимаю, это курочка. Ммм, классно, очень. Да, что сказал мой сын. Это ему понравилось, естественно. У нас небольшой перебой будет. То есть я буду говорить, и он будет говорить. Я и он, я и он, я и он. Вот. А потом я скажу про свое послевкусие. Вот. Сейчас я буду есть очень вкусный салат. Вы потом попробуйте. Но я не буду говорить, что это за салат. Ну, почему я так дома не умею заготовить? Типа шартакового салата у меня на языке ощущение величественности. А с великими делами я могу что делать? Снимать сюжеты, естественно. Сейчас, когда папа ощущал свое послевкусие, я уже попробовал все то, что тут было. Вот это, это как салат, но в нем есть мясо, которое очень вкусное, которое я никогда не ощущал в салатах. Чтобы было понятно, это было гнездо у гухаря. Да, вот это реально вкусно. Как так можно сделать? Теперь вопрос другой. Салат грузинский. Ну, все вы прекрасно. Знаете, что это такое? Это, кстати, очень хорошая, замечательная копченая колбаса. Салат грузинский. Какое? Сейчас расскажу. В связи с тем, что ты у меня обыкновенными словами говоришь, я буду необыкновенными. Сношебатость. А со сношебатостью я могу этот сюжет монтировать. Клево. Апо. Тефтелька это самое мое любимое блюдо. Потому что в супе оно выглядит не очень, потому что я не люблю обычные супы. А вот с пюрешкой, пюрешка моя любимая. Из-за того, что еще дефтелька, но вдобавок с пюрешкой, это прям муа, как вкусно. Столько всяких интересных вошей. Да, да, да. Это пока еще у нас все нормально, ровненько. Так вот, ни разу не пробовал салат дамы. Честно-честно. Сейчас ее пробую. Я вам еще раз говорю. Ой, как это вкусно. Что здесь делать своими руками? Ничего не покупается, поверьте мне. А салат дамы-то. Ммм. Как он наговорит. Чтобы уже такого после вкуса. Хочется чудовищным образом сказать огромное спасибо тем поварам, которые нам это дело готовят. Прикольно? А то. Грудка. Это прям настоящая курица. Это не какая-то покупная. Это прям настоящая, сделанная из курицы. Вкусная самая. Ммм. Прям вот весь сюжет. Я, наверное, еще бы, еще бы, хотел бы, е-бы, есть. Конечно, этого не сможете есть постоянно. Ну да, потому что, ну, надо все-таки. Давайте все-таки определимся. Мы сейчас говорим о послевкусии. Да. Естественно, это... А, кстати, вот это легко делается. Знаете, куда? Вот это все вы можете себе заказать и устроить крутую свадьбу. Ну, не сильно много места, но какая разница? Зато красивый вкус. А к слову о том, что здесь можно еще и так же использовать все это дело для торжества. Вы можете здесь, кстати, и банкет организовать. В смысле, вы можете также отправлять день рождения. То есть все здесь есть. Ну, и иногда здесь вы можете, к сожалению, рано или поздно мы уходим на тот мир. И, к слову, вы можете и это здесь так же заказать. То есть никаких проблем нету. И вы понимаете, что с таким послевкусием, даже если вы кого-то отправляете на тот мир, он вам скажет, да вы неплохо сделали, господа мои. Что касаемо моего дальнейшего послевкусия, я немножко чуть позже буду говорить. Да-да-да-да. Дайте мне, пожалуйста, свою ложечку, Лешенька. А, вру. Боже, моя ложка здесь есть. Простите. А, все. На колбасе. Это чуть позже. Да-да-да-да. Это в аккурат. Ну, естественно, рассольник. О, какой не рассольник. Это уже называется окрошка. Да, я ее всегда любил. Совсем. Лучшая. Соя. Сделанная. Такую окрошку вам еще поискать-то надо. А моя послевкусие от этой окрошки, она мне говорит, как это чудно. То, что Леша сегодня пришел сюда. Да-да-да-да. Это и есть чудно. Потому что это чудо из чудес, когда вы получаете такое послевкусие. Сейчас мы попробуем вот это. Я это уже пробовал. И это как будто бы сырник с мясом. И... Ну, тут-то мне... Потому что я не любитель помидоров. Ну, может быть, для кого-то они нравятся, и это очень хорошо, потому что помидоры — это овощи. Они очень хорошие. Ну, я, может быть, могу съесть это. Но сырник я очень не сильно люблю. А если еще с мясом, то это чистый чебурек, только с сыром. Очень вкусно это. Что-то уже кто-то объелся. Вот мой молодой человек. Ну, не беспокойтесь, там еще есть возможность вам продемонстрировать. Опять же, этот самый эффект послевкусия. Я, конечно, думаю, но вопрос интересный. Вот эту штуку в первый раз я покушаю. Знаете где? Вау! Этот свекольничек, то есть свекольничек от окрошки отличается тем, что все сделано на свекле. Да, да. Такой же холодненький, но очаровательный. Вкуснейший. Да. Моя послевкусие говорит вам о том, что почему бы вам не прийти сюда? Визуальности, где вы находитесь. Город не совсем большой. Мы когда будем говорить о цене на все это дело, она вообще не сильно крутая, по сути события. То есть это можно делать постоянно. То есть сейчас объясню. Раз, два, ну и три. Это всего 150 рублей. 150 рублей. Что это такое? Два чебурека или нормальная еда? Я считаю, что нормальная еда мне больше нравится. Да. Ну, уже не торопясь. То есть я первоначально пять блюд холодных, в смысле салатов и холодной закуски. В смысле холодного, холодной еды. Ну, потому что окрошка и свекольничек, он вообще-то должен быть холодным. Не в курсе. Докладываю. Теперь теплое блюдо. Самое лучшее теплое блюдо. Всегда говорю, зайдите, пожалуйста, в любое место. Зайдите просто в любое место. Ну, ради прикола. Попробуйте сорянку. Ну, какая-то сорянка. Я кое-что расскажу. Я умею сорянку делать. Только моя сорянка мне обходится в полторы тысячи рублей. Приво? Да. А вместо этого сюда-то можно прийти и вкусить то, что вам гарантирует новое после вкусня. Потому что, если честно, вы такого сами сделать не сможете никогда. Хачерпули с сыром. Страшно, когда я его увижу, все, я понимаю, что все, без этого я не могу. Потому что он очень вкусный, особенно сыр внутри его. Он самый вкусный, прям сногшебатый. Я хотел, вообще-то, рассольничек. Разобрали. Простите, дорогие мои, разобрали. Но пшеночка. А вы не знали? Да, господа мои, не только картошкой вы можете жить. Нет, да, господа мои. Здесь очень много тех вещей готовят из крупных изделий, из гречки. которые реально хороши. Да вы не думайте, что то, что мне дали, мне вкусное. Господа мои, абсолютно нет. Я сейчас после концовки все ряда спрошу, как они делают такое. что то, что находится в рассуднике. Это после отварки дает то, что нужно. А именно об этом чуть дальше и уже потом. Я бы реально ну сейчас у меня мысль такая, можно есть то, что дает вам возможность насыщаться. А насыщение это калории. Так калории, которые здесь, они просто изумительные, они обалденные. Даже если вы никогда этого не пробовали, я бы вам советовал зайти и попробовать. Хотя я об этом уже говорил. Да. Вот такой вкус, реально. Сейчас на очереди у нас идет пицца. Самое главное, что в ней отличается от всех пицц, то, что она сделана из своих рук. Они... Но она настоящая. А в те пиццы, которые мы всегда берем, там по-любому что-то так и подделано, чтобы все было вкусно. А тут прям настоящая колбаска. Это самое главное. То, что все настоящее. И это делает вкус, то, что ты это пробуешь, будто бы это очень красиво. Сейчас у нас идут сладости. Это булочка какая-то с посыпкой. Я еще не знаю, что там внутри, но посыпку вот эту, особенно от стола по-домашнему, я очень сильно люблю, потому что она очень вкусно. Я не знаю, если часто, что это такое, но выглядит очень вкусно. Ну, а сейчас я понял, что это яблоко с корицей. Сейчас у нас идет вот это тоже с посыпкой. еще что-то непонятное, но я как-то догадываюсь, это творог. Творог я люблю очень сильно. Так вкусно. моего сына депрессия от объедания. А вы не слышали, что существует такое? Не-не-не, вот ради этого вам необходимо прийти в столовую по-домашнему, чтобы получить депрессию от объедания. А я пока перекушу свининкой добавлю в оконцовки естественно. То есть каждое блюдо имеет свой замечательный послевкусовой эффект. Свинина по-домашнему. Не по-домашнему, овощами. Да. Ну, клево. Просто. Да еще и красиво. Что-то я на кинная ложка то есть. На. Минтай. Обжаренный. Ну, что такое минтай? Ну, что такое минтай? Ну, стандартная вроде штука, да, которую нас всегда кормили. Но минтай в данной обжарке пункт номер один. Прикольно, да? То есть минтай нету костей. Часто ли вы это можете себе сделать? Не часто, костей нету. И, конечно, его и надо кушать, потому что минтай это классический вариант недорогой рыбы, но приготовленный с умом. И добавки, естественно, грудочка с грибами. Что касается, да что это такое? Все, все, все подряд попробую, может, потом еще за сыну попробую. Но после такого пустой вкусе мне хочется творить, творить, жить, радоваться, потому что я знаю, где я это покушаю, я покушаю это с тобой по-другому. Можно сделать вывод, что очень вкусно, очень вкусная еда, и прямо из-за этой еды очень сильно захотелось спать, и я вот честно развлекалась из-за нее, потому что всегда, если я наем, то у меня икота начинается. Из-за того, что из-за этого можно сделать вывод, что тут очень сильно и очень и очень очень